Здарова, друзья! В общем-то, пришла мне идея тут внезапно, то, что я обнаружил, мне кажется, самый лучший способ, как завести друзей вообще. Для мужчины, ну, наверное, и для женщин тоже, но как бы я не проверял с той стороны, а вот со стороны мужчины проверял. И мне кажется, я вывел идеальный способ, как, в общем, любому, да, человеку, любому мужчине завести друзей, и при том много, и при том качественных, хороших друзей. Мне кажется, я придумал идеальный способ. Ну, вернее, я его не придумал, я его, скорее, открыл. То есть я его по факту проворачивал много раз, сам того не зная и не замечая. И вот сейчас как бы понял то, что, может быть, кому-то такой способ реально можно использовать, как бы, ну, активным образом. То есть у меня он, я говорю, случайно получался, а кто-то его, наверное, может применять специально. Для этого нужно, как ни странно, мотоцикл. Как бы желательно купить, ну, я не знаю, может быть, как-то одолжить. Тоже можно, ну, короче, купить мотоцикл можно. Любой. Скутер, мотоцикл, большой, маленький, быстрый, медленный, любого класса, дорогой, дешевый. Покупаете мотоцикл любой или скутер и, короче, заселяетесь в гараж совместный, да, то есть снимаете с кем-то гараж. Либо, в принципе, можете снимать свой гараж или купить свой гараж в гаражном кооперативе, где есть другие мотоциклисты, желательно, недалеко от вашего гаража. Но, в принципе, это даже не очень обязательно. Вот. Ну, не на другом конце, если это большой гаражный кооператив. Но идеальный способ – это, короче, совместный съем гаража. Вот. Также то же самое работает, если вы, короче, где-то на подземной парковке или на уличной парковке просто начнете оставлять мотоцикл, ну, за деньги, да. То же самое, то же самое, то же самое. То есть гараж не обязательно, смотря там, как вам удобнее, что у вас есть в наличии. Все, делайте это. И если на парковке или в гаражном кооперативе есть другие мотоциклисты, я просто гарантирую вам 250% то, что вы найдете кучу друзей новых. Блядь, что тут нахуй происходит? Блядь, бежит какая-то девочка или женщина. И, короче, за ней бегут собаки. Подбежали к дороге, остановились, девочка убежала, говорит, трэш. В общем-то, вот так, ребят. Просто, просто вот способ идеальный. Как бы записывайте, если еще не записывали. Мудрость от Russian байкера. Я просто реально вот что-то делал, не дал несколько дней назад, такой, подожди-ка. Типа сложил 2,2. Ну, не знаю, как-то мысль зашла, то, что вот, типа, вот я столько друзей завел в свою жизнь мотоциклистов. Да, и не только друзей, а еще знакомых, еще, скажем так, хороших знакомых. То есть, уже не знакомых, но еще, как бы, не совсем друзей. Очень много завел, в общем, знакомых, друзей таким способом. Таким способом. В моем случае это не основной способ. То есть, я больше друзей завел и знакомых с помощью канала своего, да, но канал, как бы, понятно, это не всем подходит. Как бы, не все могут этим заниматься, не всем это нужно, в принципе, заводить YouTube-канал или YouTube, что там люди заводят. А вот такой способ доступен реально всем, ну, у кого есть возможность сдать на права, да, и заиметь права и купить мотоцикл хоть какой-то. Я говорю, ну, хоть скутер 50 кубов, вообще не важно, в принципе. Ну, естественно, то есть, надо понимать, то, что если вы купите, там, скутер 50 кубов, то, как бы, больше вероятности, что вы зафрендитесь таким способом с скутеристами другими, да, или мопедчиками, да, которые на Альфах гоняют, на Йобриках, там, на Баджажах. Если же вы голду купите, если у вас голда мотоцикл, то вы с большей вероятностью зафрендитесь с людьми на более серьезных мотоциклах, естественно. Также, естественно, надо понимать, то, что если вам 25 лет или 20, и у вас Альфа, то вы с большей вероятностью зафрендитесь с людьми вашего примерно возраста. Если же вам 50 лет, то с большей вероятностью это будут люди, ну, там, 35+, наверное, вот. Естественно, то есть, все это есть, но, в принципе, как бы, практически вам гарантируют то, что в любом возрасте, в любом у вас мотоцикл, если любой вы человек, то вы найдете друзей. Вот, просто гарантирую. Короче, вот, мне, ну, это, как бы, способ с помощью, как бы, хобби найти друзей, да, то есть, с другими хобби, наверное, это тоже работает. Хотя я не проверял, но мне кажется, естественно, если там горнолыжный какой-то гонщик, то вы, наверное, приезжаете на горнолыжный курорт и там тоже находите друзей, да. Ну, если это вам нужно, хотя на мотоцикле нужно вам, не нужно, это не важно, на самом деле. Вы все равно найдете друзей, все равно, даже если, вот, кстати, да, важный момент, если вы супер-пупер интроверт, как я, даже если вы ноль интеракций, как бы, произведете, то есть, никому сами первым не будете подходить, как я делаю, в принципе, да, практически всегда, то к вам все равно подойдут. Вот у вас, допустим, ну, отсчитайте один сезон, вы, если, ну, как я, вот, часто ездить будете на мотоцикле, да, практически каждый день, то, ну, сколько вы будете, соответственно, в гараж приходить раз? 100-180 раз примерно, да. И, соответственно, вот за 100 раз даже, за 100 раз к вам, ну, в любом случае, несколько раз хотя бы кто-нибудь, да, подойдет. Мотоциклист другой, как минимум просто инструмент взять или, там, я не знаю, попросить вас какую-то жидкость пшикнуть, да, там, смазку, типа. Или спросить вопрос, типа, как там, я не знаю, сцепление перебирать. Или просто, типа, здорово, братан, на чем ездишь, ты такой, йоу, на Фазере, ну, или на Альфе, он такой, йоу, круто, у меня там мотоцикл Икс, короче, вот, голда там, например. И, короче, вот так вот разговор заведет с вами. Или сигарету спросят, или, короче, просто за жизнь спросят, да, кто вообще сам по масте, как бы. Короче, ну, реально, у меня за мою жизнь, вот, я сколько уже, 8, наверное, сезонов или 7, и в разных гаражных кооперативах снимал гаражи. Разные способы ко мне подходили, ну, я тоже, конечно, подходил, но в основном ко мне. И, короче, вот такая история, вот. Как бы, вот такая вот история, ребят. Вот такая вот история. Я вот уверяю вас, что это способ рабочий. То есть, вот если, например, у вас есть проблема, типа, у вас нет друзей, да, вы, ну, как так получилось, например, вот вы интроверт, и у вас нет друзей, тупо. И, как бы, вы, вас это беспокоит. То вот вам рабочий способ. Если вы, тем более, и так хотели мотоцикл купить, то вот, как бы, побочный эффект покупки мотоцикла и съема гаража, или покупки кооператива. То, что у вас увеличится количество друзей, ну, просто, типа, стопроцентно, в общем. Вот такая вот история, ребят. В общем-то, вот реально, просто я ничего там не готовился к этому видео, просто мысль. Пришла несколько дней назад, такой думаю, блин, давай расскажу людям, может, кому-то это, типа, будет интересно или, там, полезно, да. Ну, естественно, то есть большинство мотоциклистов, кто уже ездит, они и так это знают, потому что они практически 100%, что, так или иначе, в гаражных кооперативах тусят. И, соответственно, вот они таким образом знакомятся с людьми. Но, вот, кто, например, не знает, вот вам рассказывают то, что есть вот такой вот способ, лайфхак, как заводить друзей. Если вы женщина, да, девушка, то, наверное, таким способом можно, кстати, ознакомиться с мальчиками, мужчинами, вот, я не знаю, там, с любыми намерениями, которые у вас есть, начиная от, ну, типа, нормального знакомства, да, и заканчивая, если там вы, я не знаю, какой-то у вас финансовый интерес есть, то вот, пожалуйста, вот, пожалуйста. Типа, тоже вам способ. Вам еще проще, типа, к вам вообще гарантированно будут подходить, потому что, ну, как бы, девушки, женщины на мотоциклах, это, естественно, большая редкость на данный момент, да, то есть отношение очень разное мотоциклистов к мотоциклисткам, поэтому к вам будет еще больше внимания, вот. Соответственно, я не знаю, вам, вам, там, любой вообще мотоцикл, там, какой-нибудь, начиная от дюка оранжевого, да, чтобы, ну, типа, больше внимания привлекал, но это не важно, это реально не важно все. То есть вы вот таким вот образом можете искать, ну, и друзей тоже мотоциклистов, и, кстати, подружек мотоциклисток, наверное. Я говорю, я не проверял, ну, потому что я мужчина, но, как бы, мне кажется, вот, очевидный тоже вариант для вас. Но, в первую очередь, вы можете искать, вот, как бы, парней, мужчин, мужей, будущих, там, и так далее. Потому что мотоциклисты, это, как бы, хорошая целевая аудитория для вас в любом случае, и вот вам способ, как бы, тоже. Но, естественно, подходит не для всех, в случае с женщинами, то есть, ну, опять же, если вы смотрите мой канал, наверное, вам он подходит, да, потому что, как бы... Или вы, например, приезжаете в новый город или новую страну для себя, да, и вот у вас вообще никого, допустим. Ну, вот, предположим, ситуация, я в такой не оказывался, но, предположим, и у вас вообще никого за душой, короче, в этом месте. То тоже, ну, если это относительно большой город, да, ну, вернее, если это просто не маленький город, там, ни село, ни деревня, ни аул, то тоже вам идеальный способ, как навести знакомство, как завести друзей, найти, там, познакомиться, ну, какую-то сетку знакомств организовать в новом месте. Тоже идеальный способ, идеальный способ. Просто покупайте мотоцикл любой, и вот через гаражи, да даже не обязательно через гаражи, кстати, но через гаражи это самый такой верный способ. Потому что вы, как бы, все равно, там, вечером, днем, неважно, когда вы там приходите, вы, как бы, рядом с другими людьми, и, ну, так или иначе, общение заводится. Вот. Поэтому вот в новом месте тоже вам идеальный вариант, как завести друзей, знакомых, там, кого вам нужно. Мужей. Вот. Но только жен вы таким способом завести не сможете, скорее всего, потому что, как бы, женщин просто меньше на мотоциклах. А всех остальных, пожалуйста. Да, и переходя к более широкой теме, если у вас недостаток друзей, и вы, как бы, думаете завести друзей, ну, или просто вы думаете завести, там, друзей, знакомых, ну, по какой-то причине хотите это сделать, да, то, в целом, как бы, для вас целевая аудитория, ну, подходя чисто научно, да, к вопросу, для вас целевая аудитория мотоциклисты практически идеальная. То есть, вот, по моему опыту, у меня, ну, как вы понимаете, не то что много, очень много знакомых, друзей мотоциклистов, и мотоциклисты, это, мое мнение, как бы, ну, не хочу, там, делить людей на касты, но, как бы, это, ну, типа, одни из самых лучших друзей в целом, да, как-то в целом, я имею в виду, в целом. Ну, естественно, есть разные, естественно, есть хорошие, плохие, хуже, лучше, понятное дело, есть кто на вас, там, нажиться хочет, возможно, да, разные есть, это все понятно, но в целом, в среднем, мотоциклисты, как бы, это очень хорошие кандидаты в друзья, вот, что я могу сказать. По крайней мере, скажем так, из широких групп населения, то есть, есть вот разные группы, там, да, населения, там, я не знаю, серферы, да, но это, конечно, более редко, там, игроки в компьютерные игры, там, косплееры, я, ну, разные, разные группы населения, и вот мотоциклисты, короче, это очень, ну, есть автомобилисты еще, да, там, и, короче, вот, мотоциклисты, это достаточно широкая группа населения. То есть, их, ну, довольно много, да, и, как бы, порог входа низкий в эту группу населения, и при этом, при этом, ну, как-то это, ну, вот, хорошие люди просто. И еще плюс, как бы, этой группы населения в том, что с ними реально легко ознакомиться, реально, вот, за счет гаражей, за счет просто каких-то встреч, встреч, я имею в виду, на дороге, да, просто, там, мотоцикл ставите, там, на работе, там, под офис, или у магазина, там, или около подъезда, это вот не обязательно с гаражами, просто с гаражами это лучший способ, как завести друзей. Ну, мое мнение, но не обязательно. Или на, типа, саматру, там, в вашем городе, да, везде, в любом городе, как я теперь понял, есть своя саматра. И вот, короче, вам вариант, типа. В принципе, наверное, все, ребят, по теме. Все сказал. В общем, если хотите завести друзей, то вот вам способ просто беспроигрышный, просто, ну, вы не можете провалиться с ним. То есть, за сезон, за один, я уверяю, несколько человек с несколькими людьми вы зафрендитесь. Просто гарантию вам даю. Не важно от города, не важно, там, ни от чего, короче. И особенно, кстати, если у вас есть проблемы с этим вопросом по какой-то причине, то есть, например, вы жуткий интроверт, как я, и тупо молчите 100% времени, да, и никогда в жизни не подойдете никому, типа, знакомиться с любой целью. Или, там, я не знаю, еще какие-то вещи, да, то вот, ну, то есть, и у вас нет друзей, тупо. Или вы просто приехали в новый город, в новую страну, в новое место. Или даже в новый район просто, и как бы у вас никого нет. То вот и вам способ. В идеале, в идеале, конечно, я говорю, мотоцикл не важен, и скутер подходит, но в идеале, конечно, чтобы у вас был, ну, типа, средний просто мотоцикл. То есть, типа, приличный, приличный, понимаете, недорогой, недорогой. И не крутой, там, никакой, а просто приличный. То есть, начиная от Honda NC700, там, и, ну, любой приличный мотоцикл, короче. Ну, по теме, наверное, все, ребят. Блядь, я вспомнил, нахуй, что мне в аптеку за 2 метра до аптеки. Это как вообще? Блин, сейчас, короче, заехал в аптеку. Заехал в аптеку, и лучше бы я не заезжал в аптеку. В общем, оказалось, что, походу, у меня помер аккумулятор. Зараза такая. А я ведь его не так давно покупал. Короче, блин, не мог сейчас завести мотоцикл с толкача. Попробовал сам. Вот здесь вот, и чувака напряг. Причем чувак такой, ну, в массе. И он напряг, блин. Он даже пожалел сейчас. Но не получилось. Ну, я, честно говоря, не особо умею. Я, честно, не особо... Ну, я, короче, не умею. Я с толкача заводить, я не сторонник такого дела. Думал сейчас за машиной съездить на такси, приехать на машине, на своей, с проводов прикурить, типа. Но в итоге, видите, никого. Вот здесь вообще парковка, и никого сейчас не было все это время. В итоге заезжает первый же чувак, на приоре. Я такой, опа. Вот у него по-любому все есть, что мне нужно. И да, оказалось, что он электрик автомобильный. Короче, у него есть провода. Правда они такие, знаете, провода реально как будто... Блин. Ну, я не знаю, в сечении там 2 миллиметра, наверное. Ну, то есть, ну, в десятки раз тоньше, чем провода прикуривания. Вот. Но я его спрашиваю, типа, ну, они должны подойти. Он такой, да-да, сработает. Ну, они, короче, сработали в итоге. Но их, во-первых, пришлось пальцами придавливать клеммом. Я не особо уверен в безопасности такого действия. И, во-вторых, они грелись. Прям жутко грелись. Прям вот секунду нажимаешь на стартер и греется дико. Камера, да, еще? Да. И как? Не, YouTube. Да. Какой канал? Кондраков МБ. Кондраков МБ. Да, да. Походу, надо говорить уже не YouTube, а Routube. Или что там, сейчас я уже не разбираюсь. У меня еще пока YouTube, но я, походу, отстал уже от жизни. Я не уверен, что у меня там уже есть канал, честно говоря. Ну, вернее, что он, что его кто-то может смотреть. В этом я уже не уверен. В общем, ну, в итоге прикурили мы мотик. Ну, не сразу, кстати говоря, не сразу. У него еще, оказывается, аккумулятор с собой оказался, типа, автомобильный, заряженный. Вот, с него не получилось, в общем. А когда к машине подключили, тоже не сразу. Ну, короче, в итоге прикурили. В общем, история какая. То, что я месяц не ездил на мотоцикле. Вот, типа, можете, когда меня увидеть, как бы поколотить за это. Но, факт, месяц я не ездил на мотоцикле. Несколько есть факторов, из-за которых я, в общем, не особо сейчас хотел ездить и не ездил. Вот, ебать, блядь. Не, ну, там сзади полицейская машина, короче, за мной едет, там, через две машины. Походу, дело сейчас его тормознут. Не, я, конечно, все понимаю, но, блядь, такого я не ожидал. Вот, вот, поэтому... Все, пизду, я, блядь, больше не еду, нахуй, между ряди. Я, блядь, теперь с машинами, короче, еду между ряди. Это зло, ребят, видите, че? Никогда не ездите между рядов. Особенно, блядь, на встречку, нахуй. Не, ну, это, конечно, сильно сейчас ход был. Страна чувака. Ребят, вот, видите, как бы вы кто думали, мастер междурядной езды? Может, Black Devil? Или кто там еще такой спортсмен, дурачок? Ой, в смысле, спортсмен просто. Нет, нет, на самом деле, вот этот чувак сейчас, который был, вот он, мастер междурядной езды. Слушайте, ну я шутки-шутками такой первый раз в жизни сейчас видел? Увидел? Просто первый раз такое вижу. Причем слева, блядь, свободная дорога. Справа там, по-моему, этот, тротуар тоже свободный был. А вы еще мне говорите, что люди не NPC. Вы видите, какие ошибки в матрице иногда происходят, ребят? Это же глич самый настоящий сейчас был. Ошибка в коде. Так вот, продолжая, в общем, месяц я не ездил реально на мотоцикле, и по ходу дела аккумулятор у меня умер. Я уже, блядь, не знаю, какой нахуй по счету это умерший аккумулятор у меня. Я вроде бы все делаю неплохо. Типа, ну, больших ошибок не допускаю, да? Ну вот сейчас окей, да, он месяц стоял. Ну как бы один раз, блядь. Зимой всегда он стоит в тепле заряженный. Летом я всегда езжу. Первый раз вот такой перерыв у меня. У меня до этого такой перерыв был, когда я руку сломал, короче, все. Один раз. В общем, вот, ну, я не знаю, как получается, но не везет мне на аккумуляторы просто. Что он на машинах, что он на мотоциклах. Просто, ну, не идет дело. Поэтому, ребят, вот, надеюсь, видео было интересно. Касаемо друзей, вот, я говорю, ну, просто имба. Имба, как бы, как бы это назвать, как бы это назвать-то, стратегия, по сути, да, тактика заведения друзей. Вот, просто берите на вооружение, ну, кто еще не взял, потому что, наверное, как бы, кто на мотоциклах ездит, те и так примерно понимают. Но, может, кому-то я все-таки открыл глаза, потому что я говорю, я вот сколько пользовался этой тактикой, сам того не понимаю, да. Но, но сейчас вот только понял, что вот так вот она работает, как бы, и что вот она настолько хороша. Так что, вот, берите на вооружение. В принципе, все, друзья, вот такое вот видео. Всем удачи, всем респект. Надеюсь, было интересно, как бы. Прям прикольная машина. Вот эта белая, я ее вижу уже не первый раз. Она прикольная, Hyundai какой-то. Реально балдежный дизайн. Вот, все, друзья, всем удачи, всем респект. Всем привет еще раз. Уже 4 сезона я езжу на мотоцикле, привезенном с японского аукциона. И хотел бы напомнить, что привезла мне его компания Moto Steel. В наше непростое время они работают в обычном режиме. Делают все под ключ. Подбирают мотоцикл на аукционах, оценивают состояние, выкупают, делают полный комплект документов и доставляют. Компания надежная, делают все грамотно, консультируют на всех этапах, всегда на связи. Работают со всеми японскими аукционами. Ссылки на сайт Moto Steel с доступом к аукционам и группу ВК со свежими лотами под видео.